Всем привет, меня зовут Евгений Киселёв, вы смотрите мой YouTube-канал. И в гостях у меня нынче опять, как всегда по понедельникам, Сергей Гайдай. Известный украинский политтехнолог, политолог, блогер, хроникер нашей с вами действительности. В прошлый раз, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. В прошлый раз мы с вами подробно говорили о Пригожине, пресловутом герое наших дней, который дал большое, такое агрессивное интервью. Всем там грозил, всех пугал, напрямую там только не наезжал на Владимира Путина. А сейчас вообще, как показалось некоторым, просто мятеж поднял. Сказал, все, 10-го числа ухожу. При этом вроде не уходит. Кадыров ему еще пальцем погрозил, сказал, ты чего. На самом деле, что на ваш взгляд происходит? Некоторые говорят, что это вообще спектакль, режиссером которого выступает Владимир Путин. Я так не думаю, не похоже. Все-таки я привык работать с информацией. Скажу так, в прошлый раз я вам говорил, что Пригожин это единственный публичный политик сегодня в России. Более того, знаете, вот откровение политехнолога. Я давно замечал, что существуют две серьезные концепции публичного общения или диалога с социумом. Первая концепция – это концепция искусства врать. И более того, большинство людей на планете считают, что политик – это человек, научившийся красиво врать. Красиво говорить социуму, чего тот ожидает. И более того, мне вот лично, в моей профессии очень многие политики, даже украинские, еще в мирные времена доказывали, что в этом и состоит искусство политтехнологии, пиара и общение с избирателями. Ты должен говорить людям то, что им понравится. Говорить просто, незамысловато, ожидаемо. И это будет срабатывать. Более того, я готов подтвердить, что это срабатывает. Срабатывает в двух ситуациях. Первое. На коротком участке, когда вам надо вот конкретно здесь сейчас добиться чего-то, например, голосования в свою пользу, только потом надо быть готовым к последствиям. Рано или поздно ложь и несоответствие фактам выплывет. И ты должен быть готов, как политик, за это расплатиться. Мы знаем с вами, Евгений, истории таких политиков, которые достигали успеха на каком-то этапе, а потом становились по жизни токсичными, потому что им это ложь. Свободное, более-менее нормальное общество простить не может. А второе, это если ты имеешь, условно говоря, монополию на информационные каналы. И вот долгое время, например, та же российская пропаганда, тотально врет, придумывает любые факты. Вот мальчика распятого на билборде до хрен знает еще каких событий и чего-то о невероятных победах, уничтожения украинской армии уже всех, или о натовцах, или о фашистах в Украине. И если у тебя более-менее монополия на информационные каналы, то ты имеешь успех. Есть вторая концепция, она тяжелее во много раз. Это работать с правдой, при этом быть убедительным. Но вот в чем эффект. Если все тотально врут, то человек, который научится работать с правдой, получает конкурентное преимущество. Вот смотрите, это Пригожин. И что он делает в последнее время? Он же рубит правду матку. Да, там есть у него манипуляции, он подверяет в кое-каких моментах, да? Но, в общем-то, он поражает публику правдой. А это на фоне российской пропаганды, которая, в общем, столкнулась с неприятной для себя ситуацией. Когда ты много лет врешь, но в итоге рано или поздно накапливаются факты, которые трудно объяснять. Когда ты год назад говоришь, что нам стоит бров поднять, и Украины не будет, никакой там государственности нету, а год твои войска, твоя армия просто терпит поражение за поражением, и вместо победы приходят гробы, и кладбища заполняются венками и свежими могилами, пропаганде становится очень тяжело это объяснять. Каждый раз надо менять вектор направления, каждый раз, более того, начинается в пропаганде раскол. Помните, да, в российской пропаганде сейчас есть МОА. Если я правильно помню, охранители, это люди, которые продолжают держать упорно, скажем, линию Кремля. Да, операция идет по плану, мы победим, условно говоря, фашисты и коллективный Запад, НАТО с нами воюют. И Z-патриоты, которые в основном состоят из тех, кто поближе к фронту, поближе к реальным проблемам, которые кричат, да нет, бардак войска, если так дальше будем продолжать, непобедим, надо воевать по-настоящему. Пора уже, пора уже изгнать из, скажем, нашего руководства всех, кто врет, ворует там и так далее, всяких там Шойгу и прочих картонных генералов и взяться за дело по-настоящему. Вот как ни странно, если долгое время первенство в этом занимал Стрелков, то сейчас это, конечно, Пригожин. Он стал играть в эту игру, получил, как мне говорят, невероятную популярность и определенную степень доверия среди Z-патриотической публики, публики, настроенной на однозначную российскую победу. И эта игра у него продолжает, это шоу продолжает развиваться. Если мы в прошлый раз с вами обсуждали, какое невероятно огромное интервью он дал, где рубил правду матку и обвинял Министерство обороны, обвинял патриотов, обвинял всех охранителей, так называемых, во всех смертных грехах, претендуя на роль настоящего, истинного патриота и человека, который радеет за российскую победу, то дальше он пошел дальше. Первое, да, во-первых, этот его ролик ужасный, снятый на фоне трупов. То есть некоторые украинские комментаторы даже сказали примерно следующее, что если раньше количество убитых российских солдат объявлял только украинский генеральный штаб, то теперь эту роль взял на себя Пригожин, сообщая, сколько они теряют и показывая ужасные картины потерь, допустим, за один день свежих. Когда все поле ночью он говорит оператору, ну-ка сними всех, покажи, сколько трупов за один день у Вагнера. А вот, соответственно, тем самым, делая немой укор генералу Коношенкову, если я не ошибаюсь, фамилия которой потерь нету, и который давно о потерях российской армии не сообщал уже. Коношенков, Коношенков, да, есть. Да, который рассказывал, что погибло столько украинских солдат, что хватило бы на три украинских армии, на самом деле, по количеству. Кто-то там, разбирая его пропаганду, собирал вот все сводки за прошедший год, подсчитал, так в украинской армии столько не служат, сколько было отчитано, сколько они, условно говоря, уже там уничтожили бойцов ВСУ. Вот, то есть он стал играть свою игру. Игру очень опасную, очень необычную. И я думаю, причин тому, вот есть версия, что это игра, затеянная Путиным. Зачем? Затем, чтобы он убедил, что Бахмут провален, что он туда отходит, и, возможно, это спровоцирует украинскую армию там начать наступление. И это наступление наткнется, то есть украинские войска попадут в серьезную ловушку. Ну, так не бывает. Я думаю, что это бред. На самом деле, эта игра пригожена. И что мне, как информационщику, об этом говорит? Да в жизни никогда подобные режимы типа Путина не позволят, скажем так, дискредитировать и, скажем так, оскорблять то, на чем этот режим держится. Российскую армию, первых лиц российской власти, которые к Шойгу относятся, с Герасимовым. В общем, думаю, дело не в этом. Думаю, дело в том, что, а, Пригожин понимает, что война проиграна. И не хочет, чтобы его назначили за это виноваты. Потому что, в общем-то, я думаю, он лично Путину обещал, что наличие подразделения или частной военной компании Вагнера на фронте обеспечит победу россиянам. Как минимум, Бахмут к 9 мая они возьмут. Он проговорился, что такие были планы. Второе. Это серьезно, скажем так, перемолит, уничтожит потенциал украинской армии там в Бахмуте. Хотя это очень странно с военной точки зрения. Мы знаем, что обычно перемалываются наступающие войска, натыкаясь на оборону, а не наоборот. Но он рассказывает, что такие планы с Суровикиным были. Именно там в Бахмуте максимально уничтожить украинских резервов. Украинские резервы, которые они не смогут использовать для будущего наступления. И это, очевидно, не удалось. Он это понимает. Более того, мало того, что закончились заключенные, как расходный материал, которыми пользовался... Понятно, без Путина набирать заключенных никто бы не позволил Пригожину. Ну, заканчиваются теперь те наемники, те бойцы, которых, очевидно, Пригожин считает ресурсом, который потерять нельзя. Тем более, если им придется отойти куда-то в Россию, где начнется смута, то это сильно может, скажем так, быть фундаментом будущего. Иметь такую частную организацию, которая тебе подчиняется, это будущий фундамент, будущий смуте, который Пригожин, как реалист, которым он себе показал в интервью, четко осознает, что такое будущее вполне возможно. Только у него и у Кадырова есть подобные ресурсы. Третье. Бойцы украинской армии говорят, что они не ощущают никакого снарядного голода со стороны Пригожина, с Вагнера. Но Пригожин имеет в виду другое. Он имеет в виду, что раньше ему он был явным приоритетом, его обеспечивали по полной программе, а сейчас его опустили до уровня обычного подразделения российской армии. И успех Вагнера был возможен только тогда, когда они превышали в 10 раз, в 20 раз по ресурсам, стоящие в обороне ВСУ. А когда они превышают его раза в 3-4, то уже у них особо ничего не получается. Так мне объяснили ребята, которые на фронте находятся как раз на направлении Бахмута. Что да, действительно, интенсивность упала, но сказать, что у них голод, они не могут. Потому что есть ощущение, что если не превышение, то точно паритет с украинцами у них есть по ресурсам. А что касается того, чтобы подвигнуть, подбить ВСУ на то, чтобы они стали наступать там, откуда вот-вот может уйти Пригожин, мне кажется, это не очень серьезно, потому что все-таки мы знаем, что украинские вооруженные силы получают в большом количестве, иногда даже в режиме реального времени, информацию со спутников, со средств аэрокосмической разведки от союзников, от Соединенных Штатов в том числе. И я думаю, что без соответствующей информации, мне так кажется, я не военный эксперт, но просто элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, подсказывают, что никакого наступления без достаточных разведданных о том, что действительно оттуда ушли или уходят, или там недостаточно много средств и личного состава, никакое наступление не может начаться. Вот только потому, что там что-то говорит Пригожин или кто-то еще. Смотрите, я думаю, что версия, которая возникла у нас в прошлом эфире о том, что Пригожин просто готовит свое будущее, будущее России, в России смуты, она подтверждается. При этом он не хочет нести ответственность за поражение, которое для него уже становится очевидным. То есть он видит, что вероятность поражения очень высока, не хочет за это отвечать, хочет остаться героем, который единственный, кто, скажем, делал все, чтобы Россия в этой, Российская Федерация в этой войне не проиграла. Но в прошлый раз вы упомянули, или я спросил у вас о Кадырове. Он взял и появился, как чертик из табакерки. Да, это правда, давно не было слышно. Да, причем история развивалась для меня очень, скажем так, комично. Поначалу, я уже не помню, по-моему, Пригожин спровоцировал, что если вот он готов оставить позиции, если его подменит кто-нибудь, например, Кадыров со своей Ахмат силой, да, на самом деле это внутренние войска, формально, это нацгвардия. Поначалу Кадыров словился, и гордо через слово «Дон, Дон, Дон» бил себя в грудь, говорит, что если младший брат, так он называет Пригожина, уйдет, или не так, старший брат уйдет, а то младший брат его заменит, прямо сказка о мальчишеке-бальчише. Взрослые погибли, подростки заняли их место. А потом, видно, в Кремле ему объяснили, что Пригожин играет свою игру и вообще фигню порет, как это он покинет. И риторика у Кадырова сменилась, она выглядела примерно так. Ты, пожалуйста, без приказа там ничего, извини меня, не покидай. Когда прикажут, и пойдешь туда, куда прикажут. То есть, как бы поставил его на место, по понятиям, как он сказал, да, по-пацански. Но, в принципе, вся эта ситуация, вся, я еще вам скажу, что мало кто у нас видел. В этот момент, кстати, появился ролик с Шойгу, чуть пораньше, где он снимался без комментариев на фоне огромной колонны новейших российских танков и разной техники. Это тоже ведь, помните, мы с вами обсуждали, я вам говорил, что я считаю, что это интервью, а теперь не только интервью, а прямое обращение, это ведь письмо Путину. Так вот, свое письмо направил и Шойгу. Мол, Владимир Владимирович, посмотрите, да врет все Пригожин, техники до горизонта. Мы тут все Министерством обороны, Генштабом обеспечили. О чем там Пригожин говорит? Но речь идет о том, что сегодня этот режим путинский очень странно выглядит. Во-первых, он утерял монополию на насилие. Я вот всегда говорил, что это фашистский режим, но я серьезно впервые задумался, что фашизм-то этот липовый. Фашистский режим, это всегда режим тоталитарный, где ничего не решается и нет никакого и государства, и лидер, фюрер, не теряет монополию на насилие. А тут мы видим, своя монополия на насилие у Кадырова, своя монополия на насилие у Пригожина. Какой-то бывший зэк позволяет себе в прямом эфире называть главных силовиков страны, извините, крыть их последними словами. Это что за фашизм такой странный? По-моему, у русских, которые строили фашизм, у россиян, у Кремля, даже фашизм нормальный построить не удается, потому что при нормальном фашизме это просто невозможно. Помните, когда Гитлер приходил к власти, ему пришлось устроить ночь длинных ножей? Ну да, он перевезал руководителей штурмовиков во главе с Эрнстом Рэмом. Рэм признавал на роль Пригожина и плохо закончил. А тут вот видите, вот так. Ну, есть еще другое рассуждение у меня, не знаю, хватит для этого эфира, но сегодня действительно в России авторитаризм есть, вот, а тоталитаризма нет. Авторитаризм это захват власти отдельной группой людей, но без включения серьезно граждан. Гражданам авторитарный режим говорит так, не мешайте нам захватывать власть, не занимайтесь политикой и живите себе спокойно. Мы тут свои дела творим, ваше дело в политику не вмешиваться. А тоталитаризм это когда каждого гражданина принуждает участвовать на стороне действующего режима. Потому, например, вот этот странный эффект, помните, о котором говорил Марк Солонин, о том, что победа вермахта в 1941 году и полный разгром Красной Армии был определен еще и не только военным искусством и военным опытом вермахта, но еще и высочайшей мотивацией. Потому, что тоталитарный режим Гитлера сумел включить в свои планы и заразить идеи построения Третьего Рейха как нации и господ, даже простого немецкого солдата, который искренне шел завоевывать себе жизненное пространство, потому, что здесь, вот в этом жизненном пространстве будет построено благополучие, в том числе и для него и для его потомков. А в России такого включения народонаселения не было. Наоборот, максимальная деполитизация, максимальный сигнал «вы не участвуете». И сейчас с режимом Путина это играет плохую роль, потому что вот сейчас Путину-то понадобилась мотивация максимального количества населения в стране, а ее тотально нет. Она очень мала. И очень маленький процент готов идти умирать за режим Путина, не понимая вообще ради чего и как. Вот. Но возвращаясь к Пригожину, возвращаясь к этой странной игре, Пригожин играет в очень опасную игру. Тут пан или пропал. Либо получится ему свое отстоять, получится получить необходимые ресурсы, даже уйти, возможно, и заменить себя какими-то другими войсками. В плохую ситуацию попадает этот самый Кадыров. А представьте себе, Путин скажет, хорошо, Пригожина отводим, давай заменяй. Это же катастрофа для Кадырова. Абсолютная катастрофа, потому что раньше они всегда были во втором, в третьем эшелоне. И мотивации у них никакой нет. Абсолютно. Более того... Чего ради эти горцы будут погибать в цепях Украины? Более того, Пригожин в какую игру играет? Он хочет сохранить ядро вагнеровцев. Потому что в будущей борьбе за власть это будет серьезный аргумент для него. Он уже Путина давно списал. Он, человек, который видит всю реальность, понимает, насколько реальность в голове Путина отличается от того, что реально происходит в Украине. А потому он и нападает. Он пытается виноватыми в проигранной войне сделать Шойгу и Герасимова. И там мы еще забыли о том, что поговаривает ФСБ, тоже ненавидит военных и желает их проигрыша. И одна из версий... Военные не любят, как известно, спецслужбистов. И одна из версий, кто запустил дроны, в том числе, почему это сделало ФСБ и почему, да? Чтобы наказали тех, кто отвечает за противовоздушную... Повторила вот историю с Матиасом. Чтобы наказали военных о том, которые на самом деле небо над... В преддверии парада небо не закрыли. И объясняется, почему такая дата. Чтобы успели наказать. Чтобы чистки начались... Чтобы прижали военных, которые в последнее время получили огромное количество ресурсов и заняли, ну, скажем так, набрали веса. Ну, потому что войну надо выигрывать. На кого еще ставить? Путину. От победы в этой войне очень многое у него зависит. А Кадыров, он четко понимает, что двинуться на фронт, это значит утерять тот ресурс, который тоже для будущего СМУ-то есть. Ровно для того, чтобы в свое время, когда настанет час, объявить независимость Северо-Кавказских Эмиратов. Вот поэтому игра очень интересная. То есть нам стоит смотреть, наблюдать, быть свидетелями этой истории, смотреть, кто из них победит. Но, знаете, Евгений Алексеевич, мы с вами очень часто параллели всякие делали, в связи с тем, что мы с вами люди немолодые, знаем историю первой, вынуждены знать историю первой, второй мировой войны. Вы знаете, что мне, какую я нашел параллель историческую, связанную с ситуацией Пригожин, Кадыров и штаб? Какую, интересно? Это Украина, это гражданская война. И вот такие полевые атаманы и командиры возникали во время этой войны, вы помните. Была очень известная в южной части Российской империи на территории Украины история, где было два довольно заметных атамана, серьезных. Одного звали Нестор Махно, это человек, который построил тогда впервые одну из первых, сейчас такое модное слово есть, сети центричных армий, степенью самоуправляемости, поэтому достаточно неуязвимой. Я думаю, что во многом украинская армия сегодня более боеспособна, что у нас все-таки при сохранении единоначалия залужного, вот эта сети центричность во многих частях присутствует. То есть инициатива снизу, она есть. Вот. А второй это атаман Григорьев. Да? Помните, чем закончился? В Семенили тоже атаман Григорьев, который на юге Украины озаровал. А второй это атаман Григорьева. Он приехал разговаривать про объединение с Махном. Махно его на этой встрече убил, сам лично из пистолета. Сегодня такими Махно и Григорьевым являются Кадыров и Пригожин. Вроде дружат обнимается, но не уничтожит. А? Осталось узнать, кто кого убьет из пистолета. Я думаю, что в Кремле подумывают о том, не будет ли Кадыров человеком, который ликвидирует Пригожина. Я так думаю. А как будет на самом деле? Ну, пока же только история, это нам не дано знать. Вот вы в самом начале разговора сказали про искусство врать. Спустя неделю мы с вами встречаемся. Для нового разговора, как раз неделю назад была история с атакой дронов, на купола московского Кремля, точнее на один единственный купол над Сенатским дворцом, который, тем не менее, является знаковым сооружением, потому что под этим куполом находится, собственно, рабочая резиденция президента, там на втором, на третьем этажах, там под куполом прямо двухъярусный зал заседаний, где собирается Совет Безопасности, не только Совет Безопасности, да. Ну и все такое прочее. У нас две версии по-прежнему. Версия, что это была провокация ФСБ, и версия, что это было всерьез. Дальше разветвление, что это было всерьез, и это сделали партизаны, что это было всерьез, что это сделали как раз люди Пригожины для того, чтобы окончательно утопить Шойгу, что это результат еще каких-то разборок, кого-то кто-то хотел подсадить. И что это все-таки дело рук, сил специальных операций в СССР, а когда президент Зеленский говорит, что нет, это не мы, ну это вот он искусно говорит неправду. Евгений Алексеевич, все версии, как ни странно, остаются возможными. Это вот тот странный случай. Я смотрел огромное количество экспертов. Например, мою версию, я не говорил, что это так, я говорил, такая версия тоже может быть. Критиковал, например, Иван Яковина. Говорил, нет, бросьте, ради того, чтобы отменить парад, это не может быть. Но тут же выдал свою версию, что это ФСБшники топят военных. Или Пригожинцы. Ну так это мало чем отличается от нашей версии. Речь-то шла, вот. Но технари все соглашаются с одним. Ну точно эти два беспилотника не летели с украинской границы. Они были запущены, если не из Московской области, то... Не так, если не из самой Москвы. Например, один из экспертов, который занимается беспилотниками, говорит, что это, скорее всего, сделали катапульта из крыши какого-нибудь многоэтажки. А второе, там говорят, что это... Ну, Московская область точно, не дальше. То меня все версии устраивают, потому что все три версии... Все, все три, все множество версий говорят только об одном. С управлением из оборонной Москвы все очень плохо. Все очень плохо. И меня все три версии вот в этом параметре устраивают. Как будет на самом деле, мы, конечно, со временем узнаем. Я думаю, что вот этого точно тайной не будет. После того, как путинский режим эту войну проиграет, а мы в это свято верим, нам точно расскажут, кто, где, когда. Вот ровно как в свое время силы специальных операций ликвидировали, если помните, Моторолу и Гиви. Я помню, с удовольствием, у Бутусова Юрия, это наш журналист военный, читал подробности о том, как действовали в Пермах, в втором случае, когда их ликвидировали. Каким образом действовали бойцы сил специальных операций? Ну, очень часто официальные представители разных, серьезных украинских инстанций и организаций говорят, что ликвидация Моторолы, Гиви и Захарченко, это результат разборок между тамошними главами. Евгений Алексеевич, во-первых, так должны говорить любые спецслужбисты, любые, вспомните Моссад, он тоже никогда, не так, редко брал на себя, только когда трудно было скрыть, что это они, трудно было скрыть, что они выкрали Эйкмана, когда он оказался в зале судебного заседания в Тель-Авиве. Но в других случаях никто ничего не открывал, только со временем, когда уже, скажем так, никого нельзя было подставить. И второе, выгодно сообщать о том, что это разборки, потому что это вносит хаос, недоверие, вреды врага и непонимание, против чего бороться и как быть. Поэтому это тут все понятно. Более того, в данном случае с Москвой ничего другого Зеленский сказать не мог, потому что, в общем-то, очевидно, западные наши союзники все-таки просят нас, не требуют, а просят, я думаю, не трогать российскую территорию, а работать в основном по территории, боясь некой эскалации, хотя эти красные линии все больше и больше отодвигаются, как кажется, что их практически нет. А работать больше по своей территории, по освобождению. Но когда-то, я думаю, они просили и Крым не трогать, которые Путин считает своим сакральным местом. Тем не менее, видите, по Крыму сегодня наносятся регулярные удары. Крымский мост, самое сакральное сооружение Путина, тоже подвергся нападению. Поэтому я думаю, что... Ну и потом я вам говорил, что есть наши официальные органы, а есть украинская частная инициатива, с которой трудно бороться, потому что если... Более того, знаете о конкурсе, который объявили некоторые наши бизнесмены за вознаграждение, кто сумеет лучше всех устроить на 9 мая, это будет завтра, сюрприз для русских на параде на Красной площади. Да, Владимир Яцкович, по-моему, зовут этого банкира. Да. Который является одним из сооснователей Монобанка, одного из самых продвинутых. Не знаю, оплатит ли он теперь каких-то частных людей, которые уже устроили сюрприз, хотя не на 9 мая, а в преддверии, но, может быть, еще сюрпризы частной украинской инициативы еще впереди. Ну, может быть. Ну, во всяком случае, я не знаю, насколько успешны будут украинские частные строители беспилотных летательных аппаратов, но очевидно, что украинские государственные зенитчики добились немалых успехов. Вот вчера же, точнее, с воскресенья на понедельник над Киевом была очень тяжелая ночь, насколько я понимаю. Беспрецедентная атака по численности шахедов вот этих слов. Евгений Алексеевич, я сидел в первом ряду этого шоу. Над моими домами это шоу развивалось. И вот, представьте себе, слышно вот звук летящего шахеда. Он действительно это такой мопед, очень громкий. И видишь, как работают... Ну, я думаю, что это крупнокалиберные пулеметы, если не леопарды, так называемые, да, какие-то другие установки, которые сбивают эти шахеды. К сожалению, обломки падают вниз, поэтому страдают машины и здания рядом. Ну, по крайней мере, все шахеды, вот, ну, надо дать должное, были сбиты. Хотя и какой-то урон и вред киевлянам принесли. Но не такой страшный, как они планировали. Но цифра впечатляющая. 36 из 36, 6, 100% результат. Самый массовый. Видно, россияне или построили из деталей, либо закупили у Ирана достаточно большое количество, их не жалко этих шахедов. Потому что раньше в основном это были крылатые ракеты, конечно. Их сбивать было труднее, и от них вреда было больше. Потому что если вы сбиваете из 10 ракет 8, то 2 ракеты способны все-таки принести серьезный ущерб. Но я вам скажу, есть другое достижение. Сегодня есть новость, официально подтвержденная, что впервые сбит так называемая российская баллистическая ракета «Искандер». Кинжал. Кодовым названием «Кинжал», запущенная именно с носителя бомбардировщика сверхзвукового. Уж не помню там СУ, какой. Баллистическую ракету еще ни разу не сбивали над Украиной. Тут сбили. Это сделали с помощью американского комплекса «Патриот», новейшего. То есть надо отдать должное, что моя версия, что украинские зенитчики сегодня лучшие в мире по ПВОшнике. Мы, кстати, когда я служил, никогда не называли зенитчики. Потому что зенитка все-таки это что-то маленькое у тебя в руках. ПВО – силы противовоздушной обороны. Сбили, и это впервые в мире произошло из этого комплекса. Раньше американцы это только моделировали с помощью компьютера. Возможно? Возможно. Сейчас это подтверждено в реальности. И первый раз «Искандер», он же «Кинжал» был сбит. Это серьезный сигнал для всего мира о том, что… Помните, не смешите мои «Искандеры». Да, да, как же, как же. Теперь эта поговорка, в общем-то, действует против россиян. «Искандер» насмешил украинские силы ПВО. И это такой серьезный факт. Потому что шахеды сбивать все-таки чуть проще. Их сбивают, они летят на малой высоте, крупнокалиберные. Ну, я вам помните, говорил, что есть… И соотносительно невысокой скоростью летят они. Да, есть… Они движутся, как скоростной автомобиль. Есть силы ПВО страны. Это вот как раз «Патриот». Это большие комплексы, работающие на высокой дальности. Избивающие те самые ракеты, самолеты. А есть так называемые войсковые. Это «Стингеры», это крупнокалиберные пулеметы. Это вот типа «Шилка». Их аналог немецкий «Ягуар». Крупнокалиберный спаренный пулемет на мобильной основе, оснащенный радиолокатором для наведения. Плюс просто крупнокалиберные разные средства ПВО. Ну, кстати, я вам скажу, тот самый «БУК», которым сбили малазийский «Боинг», это войсковое ПВО. Ну да, это ПВО, которое применяется для защиты скопления войск или, предположим, для защиты больших колонн, которые двигаются из тыла в сторону. Если завтра украинская бригада с леопардами начнет движение на Брянск, которое мы с вами обсуждали, то серьезного сопротивления на земле у нее не будет. Просто там нет войск, там нет серьезных частей. Но тогда Россия вынуждена будет поднять свою авиацию, которой там еще много, которая, как бы там ни было, серьезная сила. Поэтому, безусловно, этот бросок на Брянск в Тулу должен быть серьезно прикрыт именно войсковыми ПВО, в основном «БУКами», чтобы отбивать налеты российской авиации, прикрывать с воздуха это наступление, которое, я считаю, было бы очень и очень действенным, если бы такое решение принял Гештаб ВСУ. Но нам с вами, как диванных экспертов, легко планировать такие вещи и обсуждать. – Ну, тем не менее, подчас это бывает очень приятно. – После нашего эфира… – Пофантазировать на такие темы. – После нашего прошлого эфира украинские разведывательные группы прощупывали плацдармы на Левом берегу Днепра, когда мы сказали, что и это возможное направление будущих украинских контр- или наступательных операторов. – Ну да, и в Брянской области пускали под откос, если это были они, конечно, мы же не называем советую, может быть, это были партизаны Ильи Пономареву. Национальная республика… – Ну, кстати, явление священо. Партизаны Ильи Пономарева взяли на себя ответственность за два беспилотника, которые ударили по Кремлю. Знаете об этом? – Ну да, конечно. – Как и за напор… – За покушение на Прилепина. Мы это с вами, кстати, должны, наверное, обсудить. Как вам эта история с господином Прилепиным, бывшим писателем, а ныне одним из главных российских головорезов, участвующих в этой войне? – Это третье серьезное предупреждение, даже не китайское, бойцам информационного фронта российского, пропагандистам, о том, что никто не застрахован, что их-то российская власть, если она Кремль не может защитить с воздуха, то их точно где-то ждет какие-то неприятности, особенно когда они себе позволяют куда-нибудь ездить на фронт, потому что Прилепин возвращался, я так понимаю. – С фронта возвращался, да, по всем… – И водителем у него был как раз гражданин Украины, сепаратист, житель Донецка, который погиб. – Ну да, судя по всему, их, что называется, вели тем или иным способом. – Знаете, вот как там Кадыров, по понятиям, да? По понятиям это абсолютная иллюстрация, за базар ответишь. Да после того, как Татарский сообщил, что мы любим грабить, убивать все, как мы любим, поплатился в жизни. – Это будет так, как мы любим, да? – Вот. Так и Прилепин сообщал о том, какой беспредел, что у него подразделение, которым он командовал с 2014 года, там, на Донбассе, было наиболее беспредельным, и людей они убили немерено. Сейчас его слова догнали, за базар пришлось ответить. Теперь так-так, определенные… То есть причин, по которым его хотят ликвидировать, он за последние годы наделал огромное количество. Так что теперь время и Симонян, и Соловьеву, и даже вашему неоднофамильцу задуматься, что за какие-то слова может как-то прилететь, откуда даже неизвестно. Но причин более чем достаточно. – Да. Кстати, Леонид Швец, известный украинский журналист, хорошо процитировал, да? То, что говорил не так давно Прилепин. Афганистан, если предельно масштабировать, показал простую вещь. Даже усталая и раздолбайская советская армия 1980 года с дичайшей дедовщиной и под забытым опытом большой войны справлялась с талибами, держала их в узде. А американцы – нет, не справились. Вывод отсюда вовсе не парадоксальный, а предельно простой. В случае прямого и беспощадного конфликта мы победим Америку. Неизбежно победим – слобим. Многие это цитируют, в том числе трубадуры вот этой самой нынешней агрессивной войны России против Украины. Я бы хотел просто напомнить, что в 1980 году не талибы, муджахеды громили. Он манипулирует. Громили российскую, точнее советскую армию в разных регионах страны. Нам с вами это известно, потому что мы побывали в тех местах примерно в один день и те же годы. Ну, грубо говоря, к середине 1981 года центральное правительство вместе с поддерживающими это марионеточное центральное просоветское правительство вооруженными силами СССР, сороковая армия, так называемая ограниченная континентная, они только Кабул и еще несколько городов контролировали. А некоторые большие города находились под контролем муджахедов. А талибов вообще тогда еще... Они еще не родились тогда, талибы в 80-м. Да, Евгений Алексеевич, и вы в каких годах были? Я был в 79-й, в 81-й. А я значительно позже. У меня 85-й, 86-й. Смотрите, Евгений Алексеевич, в чем Пригожин абсолютно невежественный и не понимает. Мы-то с вами прекрасно знаем, как выглядели те самые муджахеды. Это действительно были люди, вооруженные в основном, а, стрелковым оружием? Спасало их только знание местности и поддержка местного населения. Плюс у них появились через какое-то время стингеры. И тогда советские вертушки стали падать очень активно. Стало серьезной проблемой. В том числе избивались транспортные самолеты. Ну и максимум у них были крупнокалиберные пулеметы, типа ДШК. Кстати, пуля такого меня когда-то ранила. Ну, несерьезно, очень легко, слава богу. Вот. А сегодня, о чем забывает господин Пригожин... Сейчас мы уже про Прилепина говорим. Прилепин, извините, Прилепин, да. Или про то, что от него осталось. Да, Прилепин о том, что они имеют дело не с талибами и не с маджахедами. Они имеют с регулярной армией, с огромной страной, которая действительно умеет воевать, у которой есть танки, у которой есть необходимая техника, даже патриоты. Нету единственное, чего это пока F-16. Все остальное у этой армии есть. Плюс этой армии помогает 52 страны, которые входят в антипутинскую коалицию. Да, там маджахедам помогали Соединенные Штаты Америки. Но вы помните, да, все равно эта помощь там шла тонкими ручейками из Пакистана по тропкам, как раз через территорию Куштунов. И в общем, такой масштабной эта помощь, как сейчас, не была. Никто, если у талибов, господи, у маджахедов и были танки, то только захваченные советские. И то, которыми несерьезно воспользоваться не могли. Авиации не было, серьезного вооружения не было, и регулярной армии там не было. Это была абсолютно партизанская война. И более того, советская армия регулярная в итоге проиграла, потому что пришлось делать жест доброй воли, уходить. Ну да, а талибы победили еще, об этом Пелевин тоже, простите, не Пелевин, Прилепин. Что-то не так с его фамилией. Да, что-то не так с его фамилией. Короче говоря, Прилепин или то, что от него осталось, забывает о том, что афганцы, которые служили в афганской армии и должны были воевать против талибов, воевать не хотели. Почему еще американцы ушли? Американцы ушли в том числе и потому, что они увидели, что афганское правительство не хочет проводить никаких реформ, что афганское правительство скорее пытается за спиной у американцев как-то там договориться о чем-то с этими самыми талибами, а армия абсолютно не мотивирована продолжать вести войну. И, собственно говоря, если вы не хотите победы, сказали американцы, называть вещи своими именами, если вы не хотите победы, а что же мы здесь за вас будем погибать? Встали и ушли. Другое дело, что вывод войск был, конечно, организован плохо. В общем, дело простое. Американцы талибам не проиграли. Американцы просто с талибами решили не воевать. Да, именно. Именно. Так оно и было. Кстати, вот еще о чем вас хотел спросить. Сейчас уже которую неделю, если не сказать, который месяц, между разными группами, отрядами, назовите как хотите, российской оппозиции ведется борьба. Не на жизнь, а на смерть. Вот. Неделю назад восемь дней назад в Берлине, мы об этом с вами говорили, была подписана декларация разных представителей разных групп российской оппозиции, где важным пунктом было воздерживаться от внутренних публичных конфликтов. Но не получается. Конфликты продолжаются. Не имею ввиду. Вы по этому поводу думаете, смотрите на это? Или это для вас, как говорится, за пределами вашего внимания? Нет, это невольно не за пределами моего внимания, потому что вы же прекрасно знаете, что в отличие от многих украинцев я с темой знаком. Благодаря вам ездил в тот же Вильнюс, еще до вторжения на форумы Свободной России. Я знаком со многими оппозиционерами лично. Более того, моя карьера политехнолога начиналась не столько в Украине, сколько еще тогда в демократической России в конце 90-х, начало 2000-х. Вот. Безусловно, и поэтому я в курсе всего. Честно говоря, это выглядит очень печально. Почему печально? Это усугубляется еще и другим. Мало того, что вместо того, чтобы сконцентрироваться свои силы на свержении режима, а никакой другой на самом деле задачи у российской оппозиции сегодня быть не может, только одна физическая ликвидация преступного режима, который ведет родину, Россию к катастрофе, к цивилизационной катастрофе серьезной. Сконцентрировать усилия на этом, быть готовыми к тому, что к сознанию того, что Путин является не причиной бед, а следствием, о определенных цивилизационных скажем так аспектов, которые так Россия и не прошла, не перестала быть империей, не избавилась от определенных нарративов, заложенных еще в давней-давней истории, поэтому вечно рождает диктатора, будь то самодержавие, будь то, извините меня, большевистский режим в виде сталинизма, ленинизма, будь то, извините, путинизм нынче. Это говорит, но это мы можем долго рассуждать, может посвятим когда-нибудь этому время, о том, что Россия в нынешнем виде всегда будет представлять угрозу, что настоящее заявление это абсолютное признание преступности подобной имперской политики, признание того, что Крым является преступлением, аннексия Крыма, признание того, что будущее России за безъядерным статусом, будущее за глубокой федерализацией и право народа в России на государственное самоопределение, потому что такой огромной территории самой большей в мире нельзя осуществлять эффективное управление никак, только дав самоуправление и самоопределение жителям живущей на территории, вместо этого идет возня мелкая борьба друг с другом, вместо того, чтобы бороться с Путиным и бороться по-настоящему, а не как отмечает допустим мой друг живущий в Киеве Давид Сакварелидзе, что он пишет в своем телеграм-канале об этом значительно более жестко, чем я вам скажу, он пишет о том, что омерзительно выглядит эта возня мелкая и ожидание того, что эту работу за российскую оппозицию проделает коллективный Запад и украинцы и вручат на подносике ключи от скажем Кремля, к сожалению, даже такие мне интересные люди, как Кац болеют этим, говоря о том, что подождите, подождите, Путин упадет и Россия дальше заживет счастливой жизнью, признав режим преступным. Знаете, такой 20-й съезд, признаем культ личности Сталина, заживем дальше. Да нет, надо осудить сам большевизм, сам империализм российский, сам российский фашизм, который живет там, сам особый путь русского мира, никакого особого пути нету. Либо вы достойные члены мировой цивилизации, либо, извините меня, вы угроза для человечества, которое человечество вечно будет стараться ликвидировать. Вот, вот о чем я сейчас думаю и что скажем так в тексте Давида меня тоже задело, это действительно, что некоторые российские оппозиционеры, которые живут, как и вы, Евгений Алексеевич, в Ютубе, и как бы говорят, что мы на информационном промплее лепят на себя этот вот клеймо и на агента, и это действительно, как написал, выглядит так, что представьте себе евреев, которые убежали от гитлерского режима, от Холокоста в Нью-Йорк, но продолжают по улицам Холокоста ходить со звездами Давида, оправдывая это тем, что у них там остались родственники, оправдывая тем, что они не хотят выглядеть нарушением закона и так далее, и так далее, все это выглядит пошло, смешно и нелепо, как по мне. слава Богу, вы на нашем эфире себя не клеймите тем, как вас, и не оправдываете тем, не клеймите себя этим позорным иноагентом и так далее. Все это выглядит очень нелепо. Я периодически вообще напоминаю тем людям, которые иногда на меня рот развивают, это не часто случается, но случается. Я говорю, что в отличие от вас я, а, признан иноагентом, причем по категории иноагентов физических лиц, по-моему, там номером первым стою в этом списке, который начали вести в апреле прошлого года. При этом я еще в Розовске нахожусь в России с 16-го года. По приговору. И с 16-го года против меня возбуждено уголовное дело. Так что иноагентство это вообще ерунда. Я никак не... Ну, вас кикану не от терроризма, да? Да, за призывы к терроризму. Ну, тогда любая поддержка Украины легко приравнивалась к призывам к терроризму, потому что бойцы, части подразделения ВСУ, которые воевали против сепаратистов на востоке Украины, которые подняли там, по сути дела, вооруженный мятеж при поддержке регулярных частей подразделений российской армии, ну, то, что у нас называлось антитеррористической операцией, ну, в России они тоже считались там террористами. Бог с ними, не хочу сейчас вести полемику, просто говорю по факту. не печатаю я нигде перед своими публикациями вот этого, на мой взгляд, позорного дисклеймера. Сказав это, ну, справедливости разе должен напомнить, аргументация тех, кто это делает, примерно такая. У нас в России остаются родственники, которые иногда, предположим, живут в принадлежащих нам квартирах или принадлежащих нам домах, пользуются принадлежащими нами нам транспортными средствами. Мы их содержим за счет денег, которые хранятся в счетах на российских банках. Эти люди, предположим, по доверенности могут пользоваться этими деньгами. А так все это могут в рамках возбужденных против нас уголовных дел арестовать, конфисковать, ликвидировать. Это одна версия. Вторая версия заключается в том, что мы предупреждаем всех остальных граждан, которые пользуются социальными сетями, которые читают в интернете наши публикации, что если они будут их распространять, расширивать, как сейчас принято говорить, перепостивать, то они тоже рискуют, потому что за распространение такого рода материалов тоже может прилететь возбуждение сначала административного, потом уголовного дела за фейки против армии. Вот такие оправдания звучат из людей, которые продолжают этот дисклеймер публиковать. Мне хочется ответить, немножко беременным быть нельзя. Если ты уже вышел на борьбу с режимом, то заботиться о квартире, машине, о каком-то родственнике, то так, либо о нем заботиться, либо выходи на борьбу, а то так, я немножко борюсь, а немножко боюсь. Это все выглядит пошло и нехорошо. А в части того, что предупреждать, я думаю, и так хорошо понятно многим находящимся в России людям, что им за что может прилететь. И для этого недостаточно вешать позорное клеймо, которое придумано в Кремле, а стоит просто перед каждым придумать собственное предупреждение. Например, перед каждым подобным эфиром, если вы уж так заботитесь о своих сторонниках России, собственное оппозиционное, помните, что это эфир, не знаю, информация тех людей, которые считают Путина преступником. Любая наша поддержка это акт гражданского мужества и будьте готовы за него отвечать. Это выглядело бы достойно, а не вот это вот под барабанную дробь вешать то, что вам прописала преступная российская власть. Ну, по крайней мере, креатив должен проявляться хотя бы здесь каким-то образом. Приму это к личному сведению и, может быть, даже личному использованию, уважаемый Сергей Николаевич. Ну, наверное, на этом мы давайте с вами сегодня поставим точку. Много тем обсудили. Встретимся в следующий понедельник. К тому времени жизнь нам, наверное, подбросит много новых интересных тем для нас. В этом увлекательном шоу между Кадыровым, Пригожиным, это кто из них будет Махно, кто из них будет Атаманом Григорьевым и какую позицию займут большевики, сидящие в Кремле, где тоже есть там и свои Троцкие, и свои Сталины, и непонятно еще кто. Ну что ж, спасибо всем, кто нас смотрел. Я напоминаю, это был Сергей Гайдаев в гостях у Евгения Киселева на канале, который носит мою имя и фамилию. И если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Счастливо. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин